Приветствую любителей турбореактивной тяги. Есть у меня такая вот не особо большая турбина всего лишь от турбореактивного вертолета Mi-8. И что, ребята, что я хочу сделать? Те, кто давно на канале, знают, что я как-то заикался, что хочу сделать турбореактивный велосипед собственной конструкции с собственным турбовальным двигателем. То есть вот эта турбина, она должна будет сидеть на валу, а раскручивать ее будет отдельный маленький реактивный двигатель. Наподобие того, что у меня находится внутри вот этого корпуса. Вот это вот устройство 1000 применений. Оно по-прежнему работает и оно пригодится для испытаний таких быстрых скоропостижных. Что на данном этапе мне нужно сделать? Во-первых, нужно все разработать, закупить материалы, что я уже в принципе сделал. Есть и подшипники. Один вот стоит там внизу. Один вот запечатанный новенький СКФ. Все будет сделано на закрытых хороших подшипниках. Основной концепт в том, что эта турбина большого диаметра и она не должна будет вращаться до гигантских оборотов. Там 50 тысяч, 100 тысяч, 150, 200. Вот чтобы вы понимали, турбина, которая внутри этого устройства установлена, вон там где-то глубоко внутри, она имеет рабочие обороты максимальные. 144 тысячи оборотов в минуту. Вы только представьте себе, ну никакие подшипники долго не выдержат без всяких там ухищрений, без всякой дополнительной маслоподачи. А вот эту турбину, ну как мне кажется, мы будем крутить там тысяч до пяти, до шести. И при этом подшипники, даже обычные закрытые, будут абсолютно спокойно при этом работать и справляться с положенной на них задачей. Также для простоты устройства и для повторяемости, мало ли может кто-то захочет такое же сделать и у кого-то тоже завалялась такая большая турбина, сделаю все максимально просто, доступно на шкивах на вот таких самых обычных в мире ремнях резиновых кленовидных. Не знаю, двухручейковый пока планирую шкив сделать, ну а там как пойдет. Ну то есть понятно, что можно будет эти шкивы перетачивать и делать разное передаточное число. Потому что турбина должна вращаться как бы на оптимальных оборотах, не сильно маленьких, ну и не сильно больших. То есть она на пределе вращаться не будет. Также основной концепт в том, что газогенератор, то есть наша турбина, которая эту турбину будет раскручивать, он будет локально воздействовать на определенный участок сбоку и он не будет греть сразу целиком всю турбину. Представляете, как это гениально, ребята. Ну никто такого не делал, потому что здесь плохой будет кпд. Но все равно, так как избыточная мощность большая, я думаю, нам для велосипеда хватит. Может быть, еще раз повторяюсь, кто раньше не слышал, я сделаю вообще абсолютно самодельный велосипед. То есть не буду никуда этот двигатель внедрять, а сделаю абсолютно самодельный кастомный велосипед. И, как мне кажется, вся эта система будет успешно, хорошо, прекрасно работать. Потому что есть у нас основное центральное звено. Это вот эта вот гигантская турбина. Турбина на вертолете была двухступенчатая и получается 2 таких турбины, точнее 4 там же 2 двигателя у вертолета. 4 таких турбины поднимают целый вертолет массой там 10 тонн в небо. А у нас она будет работать всего лишь на обычный велосипед. Давно я это все планировал, ребята. Мало того, давно я мечтал об этом и никак меня не остановить. Все равно вот руки тянутся, все равно хочу это сделать. Ничего не поделать, ничего не попишешь. Смотрите, затарился листовым материалом. Это дюралюминий. Есть восьмерка. Вот это, наверное, будет слабовато. Поэтому есть еще вот такая полоса. Это двадцатка. И соответственно, мы сегодня начнем делать двигатель. То есть турбовальную установку. Будет турбина, будет вал, будет шкив. А дальше мы уже по ходу пьесы разберемся, что с этим всем добром делать. Изучим обороты. На каких оборотах максимально все это работает. То есть мое видение, что надо раскрутить до максимальных оборотов турбину и примерно занизить их. Ну то есть, чтобы искомая скорость была велосипеда определенно занизить на 30 процентов, чтобы был некий натяг. И естественно, получается, чем больше обороты, тем больше передаточное отношение будет. Больше будет крутящий момент на заднем колесе. Возможно, придется придумать какое-то еще сцепление. Опять же, сцепление планирую сделать на ременной передаче. Чтобы можно было отключать, подключать. Может быть мото сцепление можно будет установить. Посмотрим опять же по ходу пьесы. Лето уже закончилось. То есть впереди зима. Спешить абсолютно никуда не нужно. Поэтому можно будет потихонечку делать с чувством, с толком, с расстановкой. Также будем, естественно, продолжать делать болид Formula R1. Может быть по итогу мы даже сделаем электрогенератор для проверки мощности получившегося двигателя. Есть у меня такие полуфабрикаты, друзья. Извлек я их со своего бензогенератора. То есть бензогенератора у меня теперь нет. Зато есть детали, есть полуфабрикаты для того, чтобы сделать отдельный генератор на шкиве. А так как у нас и турбовальный двигатель будет на шкивах, мы сможем это все соединять. Вы представляете, что тогда начнется? Это же вообще будет просто технокосмос. Вот такие детали. Ротор, статор я вам уже показывал. Ротор не так просто было извлечь, потому что я не знал, как он разбирается. Здесь очень хитрая система крепления, друзья. Я думаю, когда буду снимать отдельное видео целиком про генератор, подсъемы я уже сделал кое-какие, я вам все подробно расскажу. А так вот смотрите, что я делал. Видите, было как бы примерно вот так. Я разделил. Но этого делать не нужно было, оказывается. Это еще раз подтверждает тот факт, что нельзя всего знать и нельзя везде применить настолько смекалку, чтобы расшифровать больные фантазии этих инженеров. Это просто космос, что они исполнили. Ладно, про генератор полноценно будет в каком-нибудь следующем видео. Может, кстати, прямо в следующем будет. А сейчас мы приступим к изготовлению подшипникового корпуса для крепления турбины. Вот так бывает. Вдруг неожиданно пришла идея использовать все-таки готовые детали. Есть у меня неиспользованные вещи. Это ступица, которую я покупал как образец, чтобы делать детали на свой гоночный болид. Видите, весит полтора килограмма. Да, она железная, не алюминиевая. Но её можно будет облегчить довольно-таки капитально. Здесь уже установлены два подшипника. Правда, стопорные кольца надо будет ехать покупать. Вот это беда, потому что их я на болид таки использовал. Ну ничего, ребята, я думаю, они стоят копейки. Единственное, что я потрачу время. Останется сделать только валик и мы уже сможем цеплять турбину и раскручивать её. Смотреть, какие будут обороты. Так что благодаря вот этой детали в этом видео мы точно её раскрутим. Любую работу на токарном станке я начинаю с очистки и смазки направляющих. Я могу не чистить полностью весь станок. Я могу много чего не делать, но эту процедуру делаю обязательно. Потому что мне жалко мой труд, жалко мои направляющие. Всё время садится некая пыль. И надо прочищать, ребята, чтобы не растирать её по станине. Благодаря такому подходу, по прошествии многих лет, при том, что я деру всё подряд на нём, даже вольфрам как-то драл, точнее карбид вольфрама. И ещё предстоит драть. Но направляющие получается в идеальном состоянии. Сотка в сотку до сих пор стреляет здесь всё. Всё нормально. Это удивительно, не правда ли? Поперечка, конечно же, страдает больше, но влияет на работу она меньше. Так что здесь тоже всё нормально. Вот есть задиры какие-то сбоку. Задиры есть, но тут ничего не стерто всё равно. Всё хорошо. Интересно, нравится ли вам по-прежнему токарка на канале? Напишите в комментариях, ребята, нравится или нет. Обработка как по чугуну. Вот это новости. Никогда бы не подумал, что такое может быть. Ступица, похоже, из чугуна сделана. Из хорошего, качественного, но тем не менее из чугуна. Смотрите, какая стружка идёт. Оно такое хрупкое всё, даже на больших оборотах. Никогда бы не подумал, что такое может быть. Думаю, если оно должно на колесах выдерживать, то у меня тоже выдержит. Утоньшил, так сказать, прилично капитально. Тут ещё будет часть срезаться углом. Вот, ну и вот эту штуку я срежу, пожалуй. Она мне не нужна. Сталь она просто немножко по-другому обрабатывается. И стружка вот такая может быть. Как-то очень-очень быстро дело пошло. Уже готов корпус подшипников. Я даже вставил неподходящий стопор. Немножко здесь всё модернизировал. Всё, теперь стоит мёртвое. Никуда не выпадет, не вылетит. Быстренько нарисовал чертёжик, ребята. Вот, смотрите, какая роскошь. Это будет наш вал. Уже всё здесь прикинул, что где будет стоять. Вот, здесь корпус, тут будет турбина. Ну а с этой стороны будет шкивок. Ну а здесь где-то будет крепление к раме. Ну либо это частью рамы будет всё. Ещё неизвестно пока, как что будет. Ну и безотлагательно уже начал обработку. Обработка красиво идёт. Полуфабрикат готов. Дальнейшая обработка будет за одну установку. Он очень горячий этот полуфабрикат. Просто нереально. С валиками всегда много мороки. Надо их шлифовать, доводить до соток. Делать всякие шпонки, резьбы. Без этого никак. Последние сотки довожу, чтобы было больше площадь поверхности. Шлифую шкурками до двух с половиной тысяч. И с маслецом, опять же, для повышения качества поверхности. Ну и вот, собственно, результат сегодняшних стараний. Три детали. Шайба это такая простая, но тоже важная деталь. Вот с этой, конечно, сильно, крупно повезло, что она была почти готовая. Подшипники здесь хорошие. Правда, они туговатые, ребята. Мне кажется, будут немножко воровать они крутящий момент. Потому что на больших оборотах даже мизерный крутящий момент важен. Потому что потом с помощью передач он превращается в большой крутящий момент. Ну и волок попил кровушки, конечно, капитально. Надо было точно сделать. Сделал за одну установку. Сделал из хорошей стали. А также нарезал две очень качественных резьбы. Всё плотно вставляется, очень хорошо. Вот так. Крутится, конечно, видите, с сопротивлением. Потому что масло набито в подшипнике, густое. Не знаю, может быть можно его поменять. А может быть оно разогреется и будет всё нормально. В турбину тоже плотно вставляется. Тоже классно, хорошо. Вот. Так что такие дела, друзья. С изготовлением деталей на сегодня всё. Но с видео ещё не всё. Мы сейчас просто обязаны каким-то образом всё это дело протестировать на максимальные обороты. Так что основу с валом я сейчас прикручу на какой-нибудь стенд. И мы начнем заводить вот эту нашу эпичную турбину и давать жидкого. Здесь будет 8 килограмм тяги с этого сопла. КПД будет не максимальная, потому что не будет соплового аппарата. Я буду просто направлять под углом. Просто-просто. По результатам испытаний можно будет понять, жизнеспособна ли вообще эта система. Или может быть вот с этой классной гигантской турбины сделать просто журнальный столик. Ребята, вы только представьте. Вот эту штуку можно будет раскручивать предварительно до гигантских оборотов. А потом просто отпускать сцепление там или нажимать. Я думаю нажимать на сцепление. И велосипед при этом просто должен отстреливать жёстко. Использовать сразу большую часть всей этой энергии. Двигатель будет работать ещё и как маховик, который накапливает энергию. То есть альтернативная энергия на канале появляется. Не только лишь керосиновая, но и маховичная. Итак, ребята, вроде бы хорошо подготовился. На улице у нас дождик и темнота. Но это нам нисколько не помешает. Главное, чтобы тахометр не подвел и запустилась турбина. Но пока не наполняется. Это холостой вход. Ладно, сейчас газонем. Ребята, по-моему толк будет. Сейчас пойду поищу ещё один тахометр. Посмотрим динамику разгона. Испытания показали, что концепт турбореактивного велосипеда с турбовальным двигателем полностью жизнеспособен. Тахометр показал 5000 оборотов. Но это были максимальные обороты, когда уже сопротивление самой крыльчатки сравнялось с толкающей силой тяги реактивной. Там ещё у меня будет сопловой аппарат, который повысит маленько это всё КПД. Может быть даже до 6000 он бы мог бы раскрутиться. Чем больше обороты, тем больше и сопротивления у крыльчатки. Но ребята, обороты очень удачные. Мы даже можем до 3000 раскрутить генератор смело. Потому что на 3000 он будет иметь довольно приличный момент. Но на 2000 ещё больший момент будет. Поэтому тут надо определиться, какие обороты использовать. Чем меньше оборотов будет на этой турбине, тем сильнее крутящий момент. Примерно так работают все свободные турбины. Они сопротивляются очень сильно, пока стоят на месте. Как только они раскручиваются, крутящий момент на валу начинает уменьшаться. Но это правда жизни. Ничего не поделаешь. У меня естественно на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч.